Праздники прошли, но на набережной достаточно многолюдно. Особой популярностью у ребят пользуется детский городок. Но тем, кому мало детских горок, пользуются вот этими склонами. Они катаются на ватрушках и тюбингах и стирают буквально высаженные здесь кустарники и газон до земли. И летом это зрелище будет малоприглядным. Возникает ощущение, что посетители набережной полностью игнорируют работу архитекторов и ландшафтных дизайнеров, которые старались сделать это место по-настоящему красивым и уютным. В некоторых местах повреждена живая изгородь, а склоны почти без снега. К большому сожалению, достаточно существенная часть работ была испорчена, дёрн полностью уничтожен. То есть нам предстоит по весне целиком восстановление полнородного слоя, заново засеять эти склоны, дабы они не подвергались сползанию. А жителям, что можно сказать, ну очень зря на тех местах, которые не предусмотрены для спусков и катаний, во-первых, это небезопасно. Мы видим бетонное ограждение, у которых можно покалечиться. Ну и нанесен такой достаточно существенный урон. Во время новогодних каникул некоторые лавочки рядом со спусками были повреждены любителями катания на тюбингах. Их уже успели починить, однако всё может повториться. Возможно, рядом с лавочками необходимо поставить дополнительное ограждение. Какие-то таблички нужны, потому что люди-то об этом не знают, что там посажено. И какая-то информация должна быть об этом. Я думаю, что всё будет нормально. Нет, люди у нас уже ценят то, что появляется в городе. И действительно, это очень здорово, что у нас такие места появляются. С ребёнком, когда приходишь, вот это всё, конечно, очень здорово, классно. Но дети есть дети. И санки, и тюбинги никто никогда не отменял. И было бы, конечно, здорово, если бы такие оборудованные площадки здесь появились. Это бы сильно улучшило ситуацию. Я думаю, что люди просто сюда не полезут, если будут понимать, что есть рядом место, где это можно сделать безопасно и здорово, и классно, и с детьми провести время. Ну, воспитывать надо молодёжь свою, чтобы как бы умели ценить то, что мы имеем. В конце концов, у нас так мало мест в городе, чтобы можно было провести с удовольствием время, насладиться красотой. С 1 по 6 февраля в районе Новой набережной планируется проведение чемпионата России по сноукайтингу. К нам съедутся сотни гостей на традиционный марафон Жигулёвское море. Спортсмены на сноубордах и лыжах будут браздить просторы водохранилища и ловить ветер с помощью кайта. Это значит, что здесь снова будет многолюдно. Остаётся надеяться, что будет учтён печальный опыт новогодних праздников, и летом на набережной будет комфортно и зелено. Юрий Соколов, Александр Батраев. Новости Тольятти. Юрий Соколов, Александр Батраев. Новости Тольятти.